Финансовая брешь в размере порядка 90 миллионов рублей образовалась в городской казне. Люди не платят имущественные налоги на жилье, транспорт и землю. Судебные приставы пошли по квартирам должников. Очередной рейд организован администрацией Краснофлотского района. По Краснофлотскому району порядка 3,5 тысяч граждан имеют задолженность на общую сумму по имущественным налогам 11 миллионов рублей. Это 53% недоимки от общей суммы задолженности по району. Соответственно, данные средства не могут быть направлены на благоустройство территории финансово-социальных программ. В составе комиссии представители налоговой и судебные приставы по улице Сехоокеанской 197 живет должник. Мужчина не платит транспортный налог с 2013 года. Неожиданно на пороге своей квартиры встретил нежданных гостей. Почему не платил? Говорить на камеру не захотел, но по долгам рассчитался. Сделали. Да, можно оплатить на месте. То есть оплачивается по судебному приставу, описывается питанция о погашении должности судебного пристава. Восполнительное распределяя денежные средства, конечно, производство. Тех, у кого в дверях появился вот такой вызов к судебным приставам, усугубляют свое положение. В любом случае по счетам придется рассчитаться. Если нет денег, опишут имущество. Как произошло это вот здесь, в квартире 31 по Тихоокеанской. Мы сейчас в целях исполнения управлено на место ваше имущество. То есть у вас будет право на самостоятельную реализацию. А что описывать? Квартира мне не принадлежит. Квартира не принадлежит, а бытовая техника, как выяснилось, личная. Должницы. Телевизор, DVD-проигратель и микроволновка. Теперь деньги от реализации этих предметов пойдут в счет погашения долга. У судебных приставов на сегодня есть полномочия не выпустить должников за границу, лишить их 50% зарплаты и вообще опустошить личные счета. Согласно федеральному закону об исполнительном производстве, обращение на заработную плату может взыскиваться не более 50%. Но так как у нас данных о том, зарплатный это счет, либо не зарплатный, то приставами может списываться и полностью вся сумма. Плюс к тому, что люди часто не платят. Там есть всякие пения, недоимки, и поэтому сумма всегда возрастает. Еженедельно комиссия обходит должников по всем районам города. Тех, у кого есть неоплаченные счета, могут хорошо разглядеть их на федеральном сайте службы судебных приставов. Размер задолженности и кому она принадлежит. Эта информация хранится в открытом доступе. Анастасия Корничук, Дмитрий Попуша, Кабаровская судья телевидения. Продолжение следует...